Что это? Самые густонаселенные точки планеты и 80 главных мегаполисов мира сегодня в Азии, там, где мировая экономика растет или росла быстрее всего. А это прогноз на самые большие города к 2050-му. В лидерах снова Азия и Африка. Еще на 25 лет вперед у африканцев 4 таких города, а к 2100-му 3 самых густонаселенных мегаполиса мира будут в Африке. Но понятно, что это только прогнозы, которые вряд ли сбудутся в чистом виде, но из цифр видно, какой у африканцев потенциал. Континент, возможно, станет главным источником рабочей силы, потому что там сумасшедшая по современным меркам рождаемость. Большинство людей здесь по-прежнему живут не в городах, а в сельской местности. А это значит, что в Африке нужно строить примерно все. Жилье, заводы, школы, аэропорты, дороги, железные дороги. Чтобы что? Ну, чтобы как минимум продолжать выкачивать оттуда ресурсы. В Африке хранится почти треть всех полезных ископаемых планеты. Но при всех этих водных Африка как была, так и остается самым бедным и опасным местом на Земле. Начнем с того, что вот Африка нам кажется меньше, чем она есть на самом деле. Ну, зайдите в своем смартфоне на Google или Яндекс.Карты и посмотрите, как там представляется мир. Бросается в глаза огромная Россия, Канада, США, Европа, ломических размеров Антарктида. Африка не то чтобы маленькая, но и прям не супер большая. В чем проблема вот такой карты? А она точно не отражает реальной действительности. Посмотрите на размеры северного и практически безлюдного острова Гренландия. Кажется, что он вот такой же, как Африка, но на самом деле Гренландия в 14 раз меньше. Да и размеры большинства остальных стран сильно преувеличены. А вот Африка плюс-минус какая есть, такая есть. Почему так происходит? Эта карта называется равноугольной проекцией Меркатора, потому что систему для нее разработает фламандский ученый Герард Меркатор еще во времена великих географических открытий 500 лет назад. Он находит математически удобный способ перенести на плоскость то, что на самом деле является шаром. Подход сохраняет общее очертание объектов и отлично зайдет для навигации. Именно поэтому мы до сих пор наблюдаем вот эту карту в своих смартфонах. Но если сравнивать реальные размеры стран с Африкой, то мы поймем, что это огромный континент, одна пятая часть суши всей планеты. И несмотря на свое центральное место на Земле и теплый, даже жаркий климат, это вот развитию Африки никак не поможет, а даже помешает. Взгляните на климатическую карту мира. Что на ней видно? Естественная связь между разными регионами Европы и Азии, где современная цивилизация и зародится. Люди там одомашнивают животных и начинают заниматься земледелием, выращивать пшеницу, ячмени и прочие бобовые. Эти знания и умения хорошо передаются соседям на территориях со схожим климатом. Там появляются первые стабильные поселения, города, а потом и империи. Это Ближний Восток, Северная Африка и Европа. Да, Африканский Египет тоже принимает в этом активное участие, потому что там есть река Нил и ее плодородные разливы. Но вот дальше на юг с обменом опытом и технологиями сложнее. Ну потому что там огромная безжизненная территория под названием Сахара, где вообще толком ничего не растет. Да, есть теория и доказательства, что несколько тысяч лет назад никакой пустыни в Сахаре нет. А наоборот, там реки, озера, цветущая саванна и толпы кочевников-скотоводов. Но где-то 3,5-3 тысячи лет до нашей эры эти места начинают превращаться именно что в пустыню и фактически отрезать большую часть Африки от остального мира. А теперь сравните. Африка, в отличие от Европы и Азии, вытянута по вертикали, а не по горизонтали. И если вот здесь все может гулять от Китая чуть ли не до британских островов, то в Африке то, что появляется, скажем, в центральной части континента, мало подходит тем, кто живет южнее или севернее. Но это вот как опыт и уклад жизни оленеводов Якутии предложить как пример для подражания краснодарским землепашцам. И поэтому идеи и технологии в Африке циркулируют гораздо медленнее, чем у азиатов и европейцев. И даже сегодня, когда смотришь плотность расселения людей по континенту, видно, что это вообще мало связанные друг с другом регионы. Отдельный Египет, Северная Африка, Западная, Центральная, Южная и Восточная. А между ними пустоты. А теперь познакомьтесь вот с этой подругой. Муха Цеце. Она живет примерно вот на третье африканского континента. И что важно, переносит смертельную для человека сонную болезнь. Ну и заодно косит домашних животных. Сегодня пишет, что это в районе трех миллионов голов скота каждый год. Ну и что? А то, что те самые одомашненные животные плюс изобретение колеса устроят в человеческих обществах Евразии революцию. А вот в Африке нет. С помощью валов и лошадей проще пахать землю и производить все больше еды. Плюс этих же животных люди запрягают в колесные повозки, чтобы перевозить товары, да и самим перемещаться на все большие расстояния. Развивать торговлю, обмен опытом, ну или просто воевать или грабить. А что мы имеем в Африке? Отделенные климатом общества, что развивается в собственном соку, медленнее. Плюс из-за мухи Цеце и других африканских болезней в регионе проблемы с сельским хозяйством. Да, естественно, в Африке будут свои государства и даже империи, но ни одной, кто сможет подчинить себе континент или большую ее часть, так и не появится. А когда наступает эпоха великих географических открытий, европейцы на своих технологиях доберутся до самых отдаленных африканских берегов, выяснится, что местные ребята и в развитии, и в технологиях сильно уступают. Но, правда, быстро завоевать Африку у европейцев не получится. Я об этом уже рассказывал в видео про Францию. Что фактически большая часть континента охраняется природой. Африканскими болезнями. Малярия, менингит, желтая лихорадка. Приезжих колонизаторов болячки уничтожают беспощадно. Иногда смертность там под 95%. Поэтому Африку и назовут могилой белого человека. Ну и сами посмотрите, какие европейцы рисуют карту материка в начале 19 века. С огромными пробелами, которые так и называются. Unknown parts. И как раз это и есть пояс лихорадки, куда белые особо не суются. Зато осваивают прибрежные районы и занимаются работорговлей из Западной Африки. Но когда европейские ученые откроют хинин, лекарство от малярии, вход внутрь африканского континента откроется. И считается, что в 1870 годах Европа контролирует только десятую часть Африки. А к началу Первой мировой захватит уже 90% территорий. Эти земли британские, эти французские. Жирные куски у Бельгии, Германии и Португалии. Кое-что контролирует Италия и даже Испания. В общем, на всю Африку только два независимых государства. Эфиопия и Либерия. И вот тут может появиться понятная мысль, что Африка такая бедная, потому что во всем виноваты колонизаторы. Они выкачивают из нее людей и ресурсы, и ничего не дают взамен. Ну давайте проверим. Это карта самых больших экономик мира сегодня. США, Китай, Европа, Индия, Россия. В общем, чем темнее цвет, тем страна экономически сильнее. И тут заметно, что Африка действительно очень светлая, и получается, что бедное пятно. Открываем список беднейших стран по показателю ВВП на душу населения. И там одни сплошные африканские ребята вместе с Афганистаном и Йеменом. Ну, как выглядит континент сто с лишним лет назад, вы уже видели. Но буквально через полвека ведь многое поменяется. 1960-й. Он войдет в историю как год Африки. Потому что сразу 17 стран получают от бывших хозяев независимость. И все 60-е и 70-е, и так называемая деколонизация продолжится. И сегодня Африка это 54 независимых государства. Не признанное только вот Западная Сахара. А теперь посмотрим, что за это время изменится. Ну, с колонизаторами и без них. В 1913-й. В Африке 124 миллиона человек. Это 7% мирового населения. И всем вместе они производят 2% всех товаров и услуг на планете. Тот самый ВВП. Не густо. В 1960-й. Африканцев уже в два раза больше. Но создают они те же 2 с небольшим процентом мировой экономики. Ну и наконец сегодня. Людей в Африке уже 1,4 миллиарда миллионов. То есть почти каждый пятый житель Земли африканец. Только вот доли в экономике все те же проклятые 2% с копейками. То есть проблема Африки не в том, кто ее управляет, а как. Яркий современный пример. Зимбабве. В 2008-2009 года в стране происходит самый лютый экономический треш в истории человечества. И вот оно доказательство. Купюра номиналом, внимание, в 100 триллионов зимбабвийских долларов. А 3 куриных яйца в тот момент можно продать за 100 миллиардов. Вот, пожалуйста, ребята жалуются или радуются, что они голодающие миллиардеры. А в зимбабвийских туалетах просят пользоваться именно что туалетной бумагой, а не местными долларами. А что там вообще происходит? Африканский диктатор и его команда устроят мировой рекорд по гиперинфляции и обесценивают собственную валюту на 79 миллиардов 600 миллионов процентов. Это как у них получается? Дело в том, что Зимбабве, бывшая британская колония, даже когда она добивается своей независимости, внутри остается много белых фермеров, что выращивают табак, хлопок, сахар. Ну, по сути, на это государство во многом и живет. И в какой-то момент самоназначенный президент Мугабе, видимо, чтобы удержаться у власти, предлагает народу привлекательную схему. А давайте вот окончательно выгоним бывших колонизаторов-эксплуататоров и уж тогда точно заживем. То есть он просто отжимает у белых их фермы и обещает раздать земли черному народу. Классная схема. Но мало того, что встает само сельское хозяйство, потому что те, кто умеет им управлять, просто бегут из страны, так еще и обычные люди теряют работу и страдают все остальные отрасли экономики. Плюс Зимбабве получает бонусом кучу международных санкций. Иностранцы вообще переставят туда деньги инвестировать, потому что их в любой момент могут отжать. Что делает диктатор? Ну, решает, что просто в стране не хватает денег и включает печатный станок. Чисто на бумаге действительно денег становится прям очень много. К чему это на самом деле не смешная история? А то, что бедность Африки куда сложнее, чем просто ужасные колонизаторы или малодемократичные управленцы-диктаторы. Африка это жутко раздробленный континент, у которого исторически не случится естественного объединения, как в Китае, Европе или там Индии. И всю эту раздробленность каждый раз большие силы пытаются перешить под свое удобство. В доказательство открываем список самых популярных языков на планете. Ну, потому что язык это вещь, которая реально объединяет большое количество людей в те самые общества, сильные государства и империи. В лидерах кто? Китайский, испанский, английский, хинди, португальский. В топ-10 есть и русский. И если не брать в расчет египетские и другие вариации арабского, на которых разговаривают вот в Северной Африке, самый многочисленный чисто африканский язык только на 25 месте. Это язык хаоса, на нем разговаривают Нигерия, Нигерия, Судания и Камеруни. А в том же Зимбабве рекордное количество официальных языков. По конституции их 16. А теперь взгляните на эту этническую карту Мердока 1959 года. Представляете, какое разнообразие народностей в Африке и как их расселение не связано с государственными границами, которые нарисуют колонизаторы в конце 19 века. А эти границы до сих пор существуют и часто разделяют целые народы на две, а то и на три страны. И в той же Руанде это закончится тем, что народ Хуту убьет миллион своих соседей из этнической группы Туци. Но колонизаторам и правда было плевать, у кого там с кем какие отношения, если это только не помогало установить контроль над территорией. Главное между собой расписать зоны влияния, не мешать друг другу выкачивать ресурсы. Ну вот, пожалуйста, мировая карта железных дорог. Сразу видно, где и для чего их строят. Ими изрезана вся Европа, Северная Америка, Россия, Китай, Индия, Япония. А теперь обратите внимание на Африку. Если там что-то и строили, то не для того, чтобы железнодорожные ниточки связывали разные регионы Африки для лучшей торговли. Их закладывают с единственной целью вывозить ресурсы с континента в ближайший порт. Думаете, сегодня что-то меняется? Вашему вниманию. Кенийская железная дорога 2017 года постройки. Она соединяет столицу страны Найроби с ее крупнейшим портом Мамбаса. Зачем ее строят? Ну, вот каждый день по железной дороге ходят целых 4 пассажирских состава и аж 30 грузовых. Стоит инфраструктура внушительные 36 миллиарда долларов. Если учесть, что Кения за год продает товары всего на 7 миллиардов, очевидно, что оплачивали стройку не они. А кто? Китайцы? А это уже Эфиопия. 759 километров первой в Африке электрифицированной железной дороги. Ее построят от столицы страны Адис-Абебе до главного порта соседей Джибути. В момент через эту связку железная дорога-порт проходит чуть ли не 65% всей торговли Эфиопии. Кто оплатит это удовольствие? Правильно, Китайский банк развития и промышленно-коммерческий банк Китая. Теперь рассмотрим на Анголу и Демократическую республику Конго. Здесь у нас Бенгельская железная дорога. Нет, построят ее еще в начале 20 века бельгийцы и португальцы, чтобы вывозить из конголецких шаг ресурсы до порта Лобиту. Но вот в начале 21 века делать это надо быстрее и больше. Поэтому реконструируют, дорогу возьмутся кто? Ну, уже догадались правильно, китайцы. Почему опять они? Потому что Китай главный покупатель конголецкой меди, нефти, олова и, что самое главное, кобальта. Этот металл основа для литий-ионных аккумуляторов, а нужны они сейчас примерно везде. От смартфонов до электромобилей. И около половины всех мировых запасов кобальта. Где? В Демократической республике Конго. А кто единственный покупатель этого счастья аж на 4,5 миллиарда долларов каждый год? Ну, вы уже поняли. Но чтобы окончательно не было вопросов, кто теперь рулит на черном континенте, оцените эти данные. Как выглядит африканская торговля в 2000 году? Для большинства главный продавец товаров Франция. На юге ЮАР, где-то лидирует Китай, где-то остальные. А как все изменится 20 лет спустя? Продавец и покупатель номер один Китай. Почему? Дело в том, что КНР остается главной мировой фабрикой. Практически треть всего производства планеты по-прежнему там. И чтобы стране продолжать работать и расти, нужно много дешевых ресурсов. И тут Африка отличный поставщик. Там есть все и недорого. А с другой стороны, китайские товары надо куда-то продавать. И опять Африка со своим растущим населением, прекрасный покупатель недорогого ширпотреба из Китая. За последние 20 лет китайские поставки в африканские страны вырастут в 30 раз. А теперь сомните это с товарооборотом Африки с США. Ну и наконец третий пункт. Все последние десятилетия Китай это не только страна-фабрика, но еще и огромная стройплощадка. С 2008 года там только железных дорог скоростных 42 тысяч километров наклепают. Это больше, чем длина экватора и чем у всех остальных стран вместе взятых. И когда у тебя есть такие строительные мощности, их надо постоянно загружать. А то как с велосипедом. Либо он едет, либо падает. И поэтому несколько лет назад примерно так выглядит карта китайских инвестиций в различные мегапроекты по всему миру. И Африка там горит ярче всех. Только вот на какие такие важные проекты китайские банки раздают кредиты практически всем африканским странам. В первую очередь на транспорт, те самые грузовые железные дороги, порты. А во-вторых на энергетику и извлечение природных ресурсов. И только совсем крохи на здравоохранение, образование или еду. То есть глобально Африка как была сырьевым придатком, так им и остается. И вот при таких грустных раскладах, логичный вопрос, кому вообще надо заниматься развитием Африки? Оцените, как обстоят дела на континенте с образованием. В центральных странах вроде республики Чад, 80% людей элементарно читать и писать не умеют. Много толку от таких работников на современном производстве. Поэтому никого и не удивляют кадры, как африканские дети голыми руками условный кобальт из земли выкапывают. Или с калашами бегают. А как там еще выживать, когда даже вот в начальную школу в деревне не пойти, потому что ее тупо нет. Хотя как раз базовое образование есть основа для развития любого государства в истории. Вот, например, в Российской империи в 1897 году грамотой владеет всего 21% населения. Практически как сегодня в республике Чад. Потом случится Первая мировая гражданская война, и этот показатель, ну, логично, не сильно будет расти. И перед началом индустриализации в СССР грамотность в стране всего 40%. А теперь посмотрите, какой рывок случится перед Второй мировой. В 1939-м уже 90% советских граждан умеют читать и писать. Так что фразу про страну с сахой, а через несколько десятилетий с атомной бомбой имеет четкое вещественное доказательство. Людей образовывать нужно. Ну или обратите внимание на уровень грамотности в том же Китае. И как он резко пойдет вверх именно с момента исторических реформ Дэн Сяопина в начале 80-х. Так что если кто-то будет рассматривать Африку как новый источник дешевой рабочей силы, а не дешевых ресурсов, этот кто-то должен заняться африканским образованием и здравоохранением. Потому что, например, в странах Южной Африки, Эсватине, Лесото, Ботсване или ЮАР, каждый пятый и шестой житель болен ВИЧ. Ну и в целом оцените среднюю продолжительность жизни на континенте. Если не брать в расчет Северную Арабскую Африку, то это самые низкие показатели на планете. А как продолжительность жизни влияет вот на экономику? Ну смотрите, в современном обществе человек все больше времени тратит на собственное образование, навыки. Потому что мы не боимся вкладываться в себя и подсознательно рассчитываем, что жить будем долго, и все эти вложения в итоге отобьются. Мы заработаем денег, максимально долго будем покупать себе различные блага, а если даже со здоровьем возникнут проблемы, у нас же есть система здравоохранения. Мы пойдем к врачу, он нас вылечит, и мы продолжим зарабатывать и, соответственно, тратить деньги. И чем больше эта ожидаемая продолжительность жизни в стране, тем разнообразнее там сервисы и экономика. Вон в Японии даже целая индустрия роботов возникнет, что обслуживает одиноких стариков. А это рабочие места для инженеров, производства, обслуживания. А может такое появиться в Африке, когда там никто до старости не доживает? И вот эти вещи, образование, медицина, продолжительность жизни, потребление, они зависят друг от друга. И когда ты постоянно вкладываешься в одно, оно автоматически подтягивает и другое. В Африке хорошо видно, что разница между деревней, где люди едят, и деревней, где люди голодают, определяется государством. В одной государство работает, а в другой нет. Вот почему меня тревожат люди, которые говорят о том, что государство это враг. Они не понимают его фундаментальной роли. Эти слова скажет Барак Обама, сын африканского мигранта из Кении. К чему я веду? О том, что в Африке нет и не было единой мощной основы государства или нескольких государств, что могли запустить этот процесс постоянного роста в собственных интересах. И вся история Африки ровно об этом. Сначала местные народы климатически отрежутся от остального мира и отстанут в развитии. Потом попадут под влияние более развитых европейцев. Да, те не смогут их извоевать сразу, зато извлекут выгоду. Одни африканские народы будут натравливать на другие, чтобы те поставляли им рабов. В итоге европейцы Африку колонизируют, получат еще больше выгоды, а когда якобы уйдут, не оставят после себя сильных государств. И на самом деле никуда они не уходят. Те же французы и по сей день получают африканские ресурсы. Нефть, руды, уран. Следующий на очереди Советский Союз. Он начнет раздавать кредиты, поставлять оружие, строить инфраструктуру. Зачем? Ну, чтобы получать те самые африканские товары и, например, голоса в ООН. Но СССР физически и экономически не потянет африканскую ношу. Да и выгоды извлечет на самом деле не так много. А теперь вот китайцы. Вроде классные ребята. Привозят живые деньги, дешевые товары, строят много. Спокойно мирятся с африканской коррупцией, и учат всякой там непонятной демократии. Только вот опять все это происходит в китайских интересах, а не в африканских. Какой-то замкнутый круг. В 21 веке его придется как-то разрывать. Помните, я начал с того, что Африка в ближайшие годы вырастет в населении так, что всему миру мало не покажется? Ну вот, пожалуйста, Каир, Найроби, Дер-эс-Салам, Киншаса, Хартум, Лагос. Имена этих африканских столиц в ближайшее время придется выучить. Потому что там либо случатся какие-то фантастически хорошие вещи, стройки, там развитие, либо потенциальные катастрофы вроде бунтов и гражданских войн. Потому что посмотрите, как сегодня выглядят трущобы нигерийской столицы Лагоса, где миллионы людей из-за отсутствия земли строят себе дома прямо на воде. Но вот вы захотите жить в таких условиях? Ну, так же думает и статистика, насколько в мире с каждым годом больше мигрантов из Африки. Так что все те страны, которые жили или живут с Африкой двойной жизнью, в 21 веке будут расплачиваться по двойному счету. Немного сумбурный выпуск получился. Я знаю предложение. Напишите, про какие конкретно африканские страны вы хотите услышать в следующих видео. Если зашел контент, не забывайте на него реагировать, рассказывать друзьям. Подписывайтесь на телеграм-канал послезавтра. Там мы теперь устраиваем квизы с призами. По этому выпуску тоже что-нибудь придумаем. Не забывайте про бусти и патреон. Ну и до будущего.